Владимир Голуб в свои 15 хорошо знает цену деньгам. И ещё с прошлого лета на карманные расходы он зарабатывает самостоятельно. Эти каникулы парень тоже проведёт с пользой. Сборка, разборка, ремонт школьной мебели – всё это под пристальным вниманием учителя. Я познакомился с очень интересными ребятами, набрался очень много опыта по сборке и разборке мебели. За пять рабочих дней я смог заработать около 100 рублей. 16-летняя Валерия Антонович учится в технологическом колледже. Подработка швеёй для неё ещё и отличный способ набраться опыта для будущей профессии. Девушка делает раскройку ткани, обрабатывает внешние швы, прошивает строчки рубашек. За одно изделие обещают 25 рублей. Я сейчас работаю на вторичной занятости. Я решила поработать, потому что у меня было свободное время. Мы работаем каждый день, кроме субботы и воскресенья. В субботу и воскресенье у нас выходные. Мы приходим после пар, но это приблизительно с 4 до 6 мы работаем. За два часа мы можем с лёгкостью сшить полностью рубашку. Официальное трудоустроиться в нашей стране подросток может уже с 14. Приоритетное право у ребят из неполных, многодетных, малообеспеченных семей, а также у тех, кто состоит на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. Чтобы получить направление на работу, нужно зарегистрироваться в органах по труду. С собой достаточно взять паспорт и справку об обучении. Процесс займёт 15 минут. Перед встречей с нанимателем стоит проверить пакет документов. В нём медицинская справка, заявление о приёме и трудовая при её наличии. Ребятам от 14 до 16 нужно заручиться письменным согласием одного из родителей. При трудоустройстве наниматели заключают с учащимися срочные трудовые договоры. Запись о том, что учащиеся принимали участие и работали в рамках временной трудовой занятости, заносятся в трудовые книжки. Планируется, что в 2022 году временная занятость молодёжи будет организована в 25 учреждениях города. Первое рабочее место учреждения образования города готовы предоставить больше, чем 600 учащимся. За подробностями можно обратиться по телефону 7204-93 или по адресу Гоголя-7. Здесь обеспечат молодёжь перспективными планами не только на лето, но и на весь год. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.